Привет-привет дорогие друзья! Сегодня на обзоре зеркало видеорегистратор с камерой заднего вида. Поехали! Итак, друзья, вот такое вот зеркало, оно же видеорегистратор. Вот такая вот инструкция на китайском, английском и русском языках. В комплекте капель питания. Подключать можно как с 12, так и с 24 вольтом и на выходе 5 вольт 1,5 ампера. Хотя производитель на сайте говорит, что только 12 вольт. Я даже не знаю, что это такое, но оно есть. Какие-то резинки. И непосредственно сама камера с 5-метровым проводом подключения. Вот такая вот камера заднего вида. Внешне она похожа на ту, которую я распаковывал вот в этом видео. Здесь глазок камеры значительно больше. Продавец обещает Full HD разрешение. Вот так выглядит само зеркало. А, все понятно. Это резинки, которые одеваются вот сюда. Одеваете на зеркало и с помощью вот этих резинок закрепляете. На задней стороне зеркала динамик, кнопка сброса, подключение питания, подключение камеры и слот для карты памяти. Ну и здесь сама камера, которую можно вращать. Кнопки меню и внутри 5-дюрьмовый экран. Значит, основные характеристики этого регистратора. Высота зеркала 8,5 см, длина 32 см. Поддерживает карты от 4 до 32 гигабайт. Что немаловажно, карты обязательно должны быть 10 класса, чтобы у вас при записи видео не было рыбков. Также указано, что данный видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор, неизвестно какой емкости. Имеет стандартный набор, это G-сенсор, обнаружение движения, циклическая запись и так далее. Разрешение камеры 1920х1080, 30 кадров в секунду, 12 мегапикселей. Угол обзора 170 градусов. Формат видео, в инструкции написано AV, на сайте написано PEC4. Ну и сразу скажу, что цена этого регистратора вот такая, ссылка, конечно же, будет под видео. В общем, друзья, при повороте зажигания. Эта штуковина включается. И вот примерно так выглядит изображение задней камеры при включении задней передачи. В моем случае камера задрана вверх, потому что, чтобы нормально ее поставить, мне придется снимать старую камеру. А этого делать совсем не хочется. Изображение с камеры заднего вида довольно-таки неплохое. И при выключении питания, эта штука с нами прощается. Значит, кнопка Mode. Переключает в режим фото. Фотографии получаются стрёмные. Воспроизведение. Можно посмотреть то, что засняли. И режим записи. По настройкам. Первое качество видео, оно стоит максимальное в Full HD. Качество фото максимальное 8 мегапикселей. Длина ролика 5 минут, это стоит максимум. Детектор движения. Баланс белого. Экспозиция. При подаче питания включается запись. Экран гаснет через 30 секунд. Запись голоса. Парк-монитор. Это я, честно, друзья, не знаю, что это. Датчик силы тяжести. На английском языке здесь было написано G-сенсор. То есть датчик удара. Можно поставить дату, выбрать язык. Время водяной знак. Это отображать или не отображать дату и время на видео. Форматировать флешку. Сбросить устройство. И версия пошивки. Дисплейчик очень даже неплохого качества. Вы почему-то видите, все засвеченное. На самом деле это синий, а не бирюзовый. Ну, в общем, как-то так. Друзья, я уже посмотрел качество записи в дневное время. Могу сказать, что мои потребности такое качество в видео не удовлетворяет. Сейчас вы можете оценить качество записи видео, качество записи голоса. Звук записывается при закрытых окнах. 300. В общем, друзья, зеркало, конечно, красивое. Смотреть в него приятно. Отлично справляется с функцией камеры заднего вида. Но вот качество видео, которое снимает основная камера, вы видели сами. Ну, а на этом все, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Увидимся. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!